В Кустанайской области утвержден бюджет. В этом году на социально-экономическое развитие региона направят более 600 миллиардов цинге, что на 16% больше прошлогоднего. На инфраструктурные проекты дополнительно будут выделены средства из республиканской казны. Уточнение этого источника финансирования еще ожидается. Об итогах 2023 года и планах на этот в материале моих коллег. По итогам прошлого года в регионе наблюдается положительная динамика макроэкономики, возросли инвестиции, показатели строительства и торговли. Благодаря развитию машиностроения и металлургии зафиксирован значительный рост в обрабатывающей промышленности. По словам Кумара Аксакалова, для дальнейшего развития этой отрасли в области необходим дополнительный объем газа. Мы благодарны главе государства, который дал поручение правительству и правительство очень оперативно приняло решение. Так приступило к разработке технико-экономического обоснования нового магистрального газопровода с Актюбинской области до города Кустаная. Благодаря дополнительному объему газа, помимо газификации населенных пунктов, а у нас только 28% сельских населенных пунктов газифицировано на сегодняшний день, конечно же, это даст возможность реализовать ряд крупных промышленных предприятий. Среди таких объектов завод по производству горячебрикетированного железа. Его планируют открыть в Рудном. Еще одно предприятие построят в областном центре. По словам главы региона, сталеплавительный завод создаст новые рабочие места. Реализация масштабных проектов – это мощный экономический эффект для развития области, подчеркнул Кумар Аксакалов. Будут строиться фабрики, заводы. И здесь очень важно, чтобы они строились из местных строительных материалов. Это очень важно. И соответствующие управления должны проконтролировать эту работу. Чтобы мы не завозили материал из других регионов, а строили за счет собственного производства, которое у нас имеется. Что касается темпов строительства, то в прошлом году в эксплуатацию было введено около 500 тысяч квадратных метров жилья. Это более 4 тысяч квартир. Возводили дома не только в городах, но и районах области. Активно ремонтировали и дороги. Всего привели в порядок 700 километров дорожного полотна. 299 улиц в 94 населенных пунктах. Завершена реализация крупного проекта по реконструкции участка автомобильной дороги областного значения АЕД в Орвалинской границе области выхода на Российскую Федерацию стоимостью 3 миллиарда тенге. Также завершен крупный проект по среднему ремонту последнего участка автодорога областного значения АУЛЮКОЛЬ ЖАЛДОМА в протяженности 50 километров, являющегося единственным транспортным коридором, связывающим областной центр с южными регионами в области. В результате проведенной работы доля дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, увеличилась до 87%. В этом году на автодорожную отрасль предусмотрено более 66 миллиардов тенге. Разработан трехлетний план с подробной детализацией улиц в каждом селе региона. Кроме того, особое внимание уделят и вопросам водоснабжения. Планируется реализация 59 проектов на сумму 19 миллиардов тенге. Еще 30 проектов заявлено на уточнение в республиканский бюджет. По итогам года планируется обеспечить централизованным водоснабжением 16 сел, пунктами очистки подвоза воды в 51 село и улучшить водоснабжение в 5 селах. В результате данной работы доступ к услугам водоснабжения сельского населения по итогам текущего года планируется довести до 90%. В текущем году в утвержденном бюджете предусмотрено 8,2 миллиарда тенге на данные цели. Здесь также в ближайшее время будет направлена бюджетная заявка соответствующего министерства на реализацию 15 проектов на сумму более 13 миллиардов тенге. Вся данная работа позволит по итогам текущего года снизить гизнон сети до 45,9%. Большинство инвестиционных проектов планируется реализовать на территории индустриальной зоны города. Кумар Аксакалов поручил расширить площадь этого участка на 187 гектаров. Там расположатся предприятия по переработке зерна и других продуктов сельского хозяйства. Глава региона подчеркнул, финансирование определено. Теперь необходимо проводить работу в соответствии с графиком. Айдана Папанина, Родион Бабич, телеканал Кустанай.